Режане собрали 10 тысяч подписей под петицию о создании парка на территории бывшего велотрека на Тейке. Но на место претендует госпредприятие Валсное кустами Ипошуми. На этом участке оно хочет построить офисное здание. И, как выяснилось, для него уже выдано строительное разрешение. Только вот оказалось, что проект засекречен. Почему разбирался Сергей Герасимов? Более 10 лет территория бывшего велотрека Марса внесена забором и пустует. Зато жизнь кипит вокруг. Госагентство Валсное кустами Ипошуми вынашивает план построить здесь офисное здание. Обитатели Тейки, жители и местный бизнес мечтают о парке. И даже собрали 13 тысяч подписей, живых и электронных, за запрет вырубки старых деревьев на территории велотрека. Вообще ВЭФ, конечно, развивается как район для бизнеса, но и жилья тоже. Поэтому что должно располагаться вот за этим зеленым забором? Должно ли это быть офисным зданием? И должны ли на него выходить окна вот этого жилого дома? Вопрос, конечно, открытый. Столичное самоуправо не только вырубку деревьев согласовало, но, как оказалось, уже и разрешение на строительство выписало. Вот только что будет построено, и когда, никто не знает. От Бувалды мы узнаем, что 27 сентября еще в прошлом году они уже получили разрешение на строительство. И то, что особенно неприятно, что есть в Риге специальный регистр для разрешения на строительство, и там это будет ли, там нет. И это очень подозрительно. И действительно, как русскому вещанию подтвердили в Рижской строеправе, строительной задумке на Брифибас 207 выдано разрешение на строительство начальное. Это значит, что у заказчика уже есть как минимум визуализация объекта, о которой, впрочем, никому не говорят. То есть известно, например, количество этажей, цвет фасада. И теперь заказчик может начинать проектирование. Но, как выяснилось, на сегодня, 10 января, то есть 3,5 месяца спустя, строительного разрешения еще нет в электронном регистре. В какой момент строительное разрешение регистрируется в вашей электронной системе? В основном, сразу после выдачи строительного разрешения. Бывали ли случаи, когда с момента выдачи строительного разрешения до регистрации в системе проходит 3 месяца и больше? Это может быть один из таких случаев. Это первый случай? Если мы говорим об этом конкретном случае, об Ривизгатве, то я могу сказать, что у строительных задумок могут быть разные статусы. Статус этой задумки не позволяет строительному управлению давать комментарии об этом объекте. Их нужно спросить у вас с Некустами и Ипшами. То есть есть нормативный акт, которым говорится, что определенный статус объекта не позволяет вам давать более детальные комментарии? Да, можно так сказать. Что это за нормативный акт? Почему такая секретность? Какой статус у этого проекта? Какое именно учреждение поселится на месте бывшего велотрека? Эти вопросы мы сегодня адресовали не только Бу Валда, но и агентству Валстанной Кустами и Ипошуме. Ответов не получили и оттуда. Вместо них вот такой комментарий. По адресу Бриви Базгатва, 207, учитывая местонахождение в центре Риги и доступность, в будущем планируется развивать офисное здание для нужд государственных учреждений. Это также связано с приведением в порядок деградированных территорий и с приданием нового дыхания району. О затратах говорить еще рано. Госагентство проинформировано о том, что на территории находятся деревья. Ценные деревья по возможности будут сохранены, а новые деревья посажены. Почему информация о строительной задумке до сих пор держится в секрете? В ряде общественных организаций предполагают, что в новое здание может переехать, например, одно из силовых ведомств. Отсюда и секретный статус. Собранные за сохранение деревьев в этом сквере в общей сложности 13 тысяч подписей в ближайшее время будут переданы на рассмотрение Сейма. А на следующей неделе у общественных организаций района намечена встреча с руководством Валстанной Кустами и Ипошуме и министром финансов. Сергей Герасимов, Марис Юргенсонс, Латвийское телевидение.